Это подкаст-проект «Красный рюкзак», и вопреки расхожему мнению, это название никак не пропагандирует связь туризма с коммунизмом. День седьмой. Сел в поезд, поехали. В Красном Лимане стояли полтора часа. Тот, кто придумал, что для пассажиров допустимо вот так сидеть в вагоне и ждать, будь нелатен. Кстати, опять же, разговоры в общественном транспорте ужасны. Зато мне позвонил провайдер и сказал, что он планирует расширять свои сети в моём районе. То есть, стало на один маленький шанс больше таки провести к себе интернет. Приехал в Артёмовск, покушал в кафе плов, доехал до блокпоста, перешёл его, нашёл машину до Макеевки, водитель которой закрывал дверцу как в ГТА, резким поворотом машины. Довёз меня до Макеевки, высадил на магазине «Север». Я сразу же позвонил художественному руководителю, чтобы договориться, наконец, отдать ему гитару, которая стоит у меня дома и уже успела поучаствовать в моих аккордеон-каверах. Телефон Сергея Владимировича был выключен. Тогда я позвонил Никите. Мы договорились встретиться завтра в 11. Добирался по городу домой. Ностальгия? Да, знаете, не было никакой ностальгии. Всё было совершенно обычным, как будто я отсутствовал не 8 месяцев, а пару дней. Дома меня обнял папа. Не ожидал. Разговоры с родителями показали, что, как всегда, донести в точности то, что ты хочешь, не получается. Всё равно твои слова каждый трактует немного по-своему. Однако позже я поговорил с мамой на темы почти столь же интимные, что и с Томой и Алиной, и мне понравилось, что моя мама со мною так открыта. А вечером я, как в старые времена, забавлял свою сестру песнями с телефона. День 8. Сел за домашний компьютер. Он, во-первых, был после ремонта, при котором с жёсткого диска удалили вообще всё, а во-вторых, не пожелал запуститься даже. Это означало, что две вещи, что хотел, я сделать не смогу. Скинуть себе старые свои фотографии и поставить новый рекорд в режиме бесконечного выживания в растениях против зомби. И всё моё божественное сохранение в этой игре пропало навсегда. Это очень печально, я ведь столько сил и энтузиазма в него вложил. Планировалось, что из-за моего похудания мне теперь подойдут мои старые вещи. Но нет, из-за моего похудания из моих старых вещей я безбожно выпадал. Встретился с мамой Томой, чтобы взять у неё пакет вещей и по возвращении в Днепропетровск отправить Томе почтой. Встретился с Никитой. Никита мой старый друг, пару лет я называл его своим лучшим другом, с ним для меня связано многое. В какой-то момент мы перестали общаться, но незадолго до того, как я переехал в Днепр, нам случилось встретиться, и я предложил повторить это сейчас, во время моего визита в Макеевку. Общение проходило так же, как тогда, когда мы учились в восьмом классе. Смеялись со своих мемов, откровенничали, гуляли по местам, которые так и вызывают у меня ностальгию. Обнаружил в манерах Никиты черты Ильи, что занятно. Может, друзей действительно выбирают в соответствии с определённым типом, который особенно нравится, пусть даже подсознательно. Никита объяснил, наконец, мне смысл фразы «пацану господь за брата». И только он не говорил, что я похудел. Одно из самых важных глобальных воспоминаний, связанных с Никитой, это для меня студия ЖК. Эти две буквы, первые буквы наших фамилий, а студия наша занималась съёмкой и монтажом видео. Они были, скажу просто, разными. И сейчас они вызывают такую ностальгию, которую не вызывает ничто другое лично у меня. И вот перед тем, как ехать, я предложил в сети Никите вспомнить молодость и поснимать что-то новое для студии ЖК. Никита идею поддержал. Мы два часа ходили с тем самым старым цифровиком, надеясь найти идеи для новых роликов, взять из них откуда, как это делалось всегда. Но ничего не сняли. Тогда мы подумали, что всё безнадёжно, мы выросли, нам это больше не интересно. Заставить себя придумывать что-то так же активно, как четыре года назад мы не можем. И мы решили просто снять как бы прощальный ролик. Стали снимать. И что тут началось? Как выразился Никита, «Когда ты включаешь цифровик, всё то, что изменилось за эти четыре года, уходит». Мы назвали это эффектом цифровика. Стоило нам его включить, как сразу же пошли безумные импровизации в лучших традициях 12-летних школьников, шикарные идеи для шуток, которым позавидовал бы Чарли Чаплин. И сами собой стали происходить события, которые было достаточно просто снять, ничего дополнительно не делая, чтобы получилось крутое видео. Эффект цифровика прямо обвернул нам надежду и веру в себя. Мы решили встретиться ещё раз, и уж тогда наснимать на славу. Состоялась встреча с одноклассниками. Сначала казалось, что все чужие, что пропасть между нами всё больше. Но уже через время это сменилось другим чувством. Всё отлично, каждый по-своему интересен, каждый идеально дополняет общую картину компании, и поэтому общаться интересно. Саша стал увлекаться эзотерикой. Как бы я ни относился к этому, мне было очень интересно послушать, что скажут ему карты о моём прошлом. Это в любом случае лишний повод задуматься о своей жизни, о том, насколько правильно ты её ведёшь. А вечером я устроил себе сеанс просмотра подписок на ютюбе. День десятый. Встретились, как и собирались, с Никитой. Поснимали на славу. Не помню, чтобы какие-либо другие съёмки вызывали у меня такой смех от души. В гости пришла семья моего дяди. Сидели за столом. У меня сложилось ощущение, что к этому моменту поездка пришла к состоянию полного штиля. Это неплохо, нет, это как остановка на долгом ухабистом пути. Дома спокойно, семейство живёт как раньше, дедушка в своё удовольствие благоустраивает двор и хозяйство, дует ветерок. Сходили с сестрой к каналу, и там я впервые за всё лето почувствовал лето. Жаль, что не получилось зайти в школу, ведь были выходные. Когда меня обняла тётя Таня, я понял, что чувствуют все те, к кому я лезу обниматься, а им от этого ни холодно, ни жарко. То есть обниматься всегда приятно, но иногда выраженного желания к этому ведь нет. Решил в последний вечер в Макеевске взглянуть на свои старые рукописи. Я писал литературные произведения в тот же период, когда шли становления и расцвет студии ЖК. Рукописи так меня вдохновили, что я забрал их все с собой в Днепропетровск. Об этих рукописях, как и о студии ЖК, вы, думаю, ещё услышите. Всё омрачалось тем, что я умудрился простудиться. На следующее утро мама провожала меня на автовокзал, откуда я отправился домой, в Днепр. Был последний день лета. В городе пахло осенью. Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин